В связи с техническими сложностями, наш почтовый сервер может направлять электронные письма неверным адресатам. Если вы получите электронное письмо, адресованное не вам, перешлите ее получателю и немедленно уведомите об этом отдел IT. Напоминаем, что чтение электронных писем, адресованных не вам, является нарушением политики компании Fazbear Entertainment. В отношении вас могут быть использованы дисциплинарные меры, вплоть до немедленного увольнения. Данная политика остается в силе. Не читайте электронные письма, предназначенные для кого-то другого. Спасибо. Благодарим вас за ваше содействие, пока мы решаем эту техническую проблему. Меня от этих штук в дрожь бросает. Я не шучу. У нас нет места для них. Я не знаю, почему Анна согласилась на эту работу. И за кучи денег. Скорее деньги. Вол. Привет, Анна. Крупуса аниматроников сложно снимается. Можно я воспользуюсь дрелью? С уважением, Дэн. Нет. Ну пожалуйста. Серьезно, я не могу снять корпус без нее. Только у РАГ есть разрешение. Хватит мне написывать. Мне нужно достать системную плату. Анна говорит, что только ты можешь пользоваться дрелью. Пятнадцать минут. Ребята, меня только что выкинули из системы. Я закончил сканировать последний набор системных плат, который мне дал Дэн, но теперь не могу войти. У кого-то еще была неизвестная ошибка? Нет. Джереми жаловался на кошмары, когда пришел этим утром. Он не говорил об этом, как кто-то рассказывающий другу о своих снах. Он был бледен. Выглядел так, будто не ел несколько дней. Он провел час, разговаривая в офисе Дэйла. Но, похоже, тот не проявлял особого сострадания. Когда он вышел, то пошел обратно в комнату для тестирования. Он даже не вздрагивает больше. Ничто не пугает его. Он просто стоит там, будто говорит с кем-то. Иногда он ходит из стороны в сторону. Нам сказали оставить его в покое. Я знала, что была следующей на очереди тестирование. Они готовили меня к этому. Но, полагаю, они понимали, что Джереми вскоре придется заменить. Слышал когда-нибудь о гильотином резаке для бумаги? Звучит как какая-то выдумка. Но это и вправду один из элементов офисного оборудования. Я даже не знала, что у нас в кладовой есть такой. Думаю, они больше подходят для дел, связанных с кучей работы по графическому дизайну. Помню, я видела один, когда еще училась в школе. И даже тогда я понимала, насколько опасным он выглядел. Я всегда боялась остаться без пальца. Сейчас это кажется таким глупым. Джереми занимался дизайнерской работой. Наверное, поэтому он знал, что тот находится здесь. Стив, какую системную плату ты сканировал? Ту, что дал Дэн. Привет, Тристан. Извини за беспокойство, но я хотел убедиться, что в системную плату не вносилось никаких изменений. В документации говорится, что был изменен только внешний вид плюшевых костюмов. Но некоторые тестеры клянутся, что поведенческая матрица начала проявлять агрессию. Документация не врет. Мы действительно изменили только внешний вид плюшевого костюма. А дело разработок даже не участвовало в подготовке праздничного релиза. Вы там что? Думаете, что управляемый компьютером аниматроник может проникнуться праздничным духом и перепрограммировать себя сам? Это всего лишь машина, управляемая системной платой. Она делает только то, что мы ей говорим. Привет, Джим. В нашей системе завелся вирус, причиной появления которого оказалась одна из отсканированных плат от Fazbear Entertainment. Знаком ли ты с этой проблемой? Можешь помочь с решением? С наилучшими пожеланиями, Стив. Хочу сразу предупредить до того, как у тебя появятся какие-либо идеи. Отдел разработок не прикасался к аниматроникам. Если тебе еще есть вопросы, обратись к Тристану. Уверена, он будет рад с тобой пообщаться. Привет, Нора. Спасибо за информацию. А то тестеры жалуются на агрессивность аниматроников. Но я им скажу, чтобы они не волновались. Всегда видно, когда компания готовится кого-то уволить. Они начинают выдавать письменные предупреждения за всякие глупости, убедившись, что выписывают трупы из бумаг и создают почву для увольнения. То, до чего обычно никому нет дела, внезапно становится серьезным нарушением. Все нуждается в записи и документировании. Похоже, этот принцип работает в обе стороны, так как заставляет человека предпочесть уйти самому вместо пребывания под постоянным контролем. Однако, полагаю, Джереми зашел слишком далеко, чтобы принять этот вариант. Дело в том, что я не думаю, будто они собирались уволить его из-за чего-то, что он делал не так. Они просто знали, что он видел что-то. Им было необходимо его опорочить. Похоже, это был не просто глюк. Мы запустили вирус, когда просканировали последнюю системную плату. Он очень быстро распространяется. Нам понадобится любая помощь. Привет, Джим. Просто решил удостовериться. Я писал тебе на этой неделе о вирусе, который попал к нам через одну из твоих системных плат и завелся в системе, создавая серьезные проблемы. Пожалуйста, свяжись со мной как можно скорее. Спасибо. С наилучшими пожеланиями, Стив. Уважаемая мисс Куэмта. Просим вас немедленно прекратить работу на территории Фазберс Энтертеймент. По непредвиденным причинам, Фазберс Энтертеймент прекращает работу по всем действующим контрактам. В частности, тем, что касается старого оборудования. Мы свяжемся с вами снова и расскажем о дальнейших действиях. Пожалуйста, свяжитесь с нашей бухгалтерией по вопросу оплаты за выполненную до сегодняшнего дня работу. Фазберс только что приказали нам прекратить работу. Похоже, они прекращают сотрудничество со всеми подрядчиками, а не только с нами. Написали, что свяжутся с нами по вопросу дальнейших действий. Анна, нам же за все заплатят. Только за работу по сегодняшний день. Убедитесь, что все записано. Все будет в порядке. Есть и другие контракты. Мне сказали, что у меня три дня на завершение работы Джереми. Но я знаю, это просто трата времени. Они ведь на самом деле не ожидают, что у меня что-то выйдет. Это лишь создание видимости бурной деятельности до завершения выплат. Мы должны выглядеть так, будто у нас все под контролем. Есть другая потенциальная студия разработчиков, которая хочет продолжить нашу работу. Но кто знает, какой ложью их кормили, чтобы убедить сделать это. Вопреки моим суждениям, я приложу все силы, дабы понять, что здесь происходит. Сделать пометки и попробовать изолировать место, где прячется эта штука. По крайней мере, так у другого человека, который будет это тестировать, появится шанс избавиться от нее. Сегодня я увидела его впервые. Это был персонаж, которого я не могла узнать, стоящий в конце коридора. Я думала, это просто баг, так что я просто сделала заметку и продолжила играть. Но потом он начал выглядывать из окна, и не так, как Чик или Бонни. Выглядело, словно он смотрел в окно, действительно видя, что я делаю. Ящики пустые. Кто-то здесь был. Не думаю, что проводилась весенняя уборка. Нет. На полу лежал пластик. Кто-то определенно находился тут всю ночь. Должен быть клиент. То есть, они прислали нам эти штуки в предыдущем месте, без каких-либо объяснений, говоря просканировать их, утверждая, что это ускорит процесс. И нам не придется заниматься программированием поиска путей самим. Дешевка, как по мне. Это был лишь хлам. Печатные платы и вещи вроде этого выглядели весьма старыми. Тем не менее, каким-то образом некоторые из них содержали полезные в применении код. Похоже, он закреплялся сам по себе. Все начало меняться. Но затем стал появляться он. По крайней мере, так сказал Джереми. Я пришла рано этим утром. Больше здесь никого не было. По крайней мере, я так думала. В кладовой горел свет. Я даже не заметила Джереми, стоящего в комнате для тестирования, проходя мимо. Кладовая светилась так ярко, освещая весь коридор. На полу лежало что-то, похожее на хэллоуинскую маску. Я не разобралась. По-видимому, на нее пролились чернила. Спустя мгновение я услышала шорох в комнате для тестирования. Я поняла, что там должно быть находился Джереми. Я отошла и выглянула в окно. Я не могла увидеть его лица. Шлем закрывал его голову. Он также был облит чернилами. Перед его рубашкой казался черным в темном повещении. Он повернул голову в мою сторону. Но не думаю, что он знал о моем присутствии. Этим утром я слышала по-настоящему горячий спор между Дейлом, нашим менеджером и кем-то другим по ту сторону провода. Правда, кажется, будто у этого проекта неприятности. И по большей части из-за проблем с судебным иском, я уверена. Дело определенно в иске. Никак иначе. Это произошло в нашем здании, на несколько дверей дальше от моей. И я думаю, факт того, что Джереми пытался сказать нам будто что-то не так, только усугубил ситуацию. Но как команда разработчиков, мы видели в этом лишь испытания по нахождению проблемы и ее решению. Кто бы мог подумать о таком? Они врали нам. Они врали нам всем. Они говорили, что основная цель этой VR-игры свести на нет дурной пиар, созданный бессовестным разработчиком инди-игр, который якобы написал кучку безумных историй, вредивших бренду. Но это полнейшая неправда. Торопясь выпустить эту VR-игру и вернуть себе доброе имя, они прислали нам то, что, я полагаю, мы не должны были видеть. Как, например, жесткий диск, содержащий электронную переписку между Fazbear Entertainment и тем самым инди-разработчиком. Fazbear Entertainment наняла разработчика игр. Эти инди-игры были предназначены для того, чтобы скрыть и высмеять произошедшее. Это не просто попытка ребрендинга. Это спланированное прикрытие. Компания по опровержению всего. Сегодня был мой последний день бета-тестирования, и аномалию, которую я видела, никак не выходит найти. Но после изучения некоторых файлов, мне кажется, что она привязалась к этим записям. Моим записям. Это не может быть случайностью. Так что, теперь я должна сделать выбор. Оставить эти записи, чтобы ты мог их отыскать. Или попытаться стереть эту штуку, уничтожив записи. Я выбираю последнее. И я не могу удалить их. Создав защищенный участок, чтобы хранить эти записи отдельно от игры, я успешно отдала этой штуке безопасное место, чтобы скрыться. Теперь она здесь. Возможно, я не смогу ее удалить. Но может у меня выйдет что-то сделать, теперь, когда она привязалась. У меня есть идея. Я запустила программу фрагментации в области памяти, где эти записи хранились для тебя. Я успешно расколола файлы на части, и вместе с этим разрушила аномалию. Это значит, у тебя не будет моих напутственных предупреждений. Но, надеюсь, это также значит, что это аномалия. Этот вирус, не важно что это, останется разрушенным, без возможности нанести больше урон. Привет. Ты не знаешь меня. Я создала для тебя серию записей, документирующих затруднительную разработку VR-игры, которую ты сейчас тестируешь. В надежде, что ты, кто бы ты ни был, в какой команде бы не состоял, бросишь разработку. Я боюсь, что эти записи используются в качестве троянского коня. Если у тебя нет возможности отказаться от разработки, спрять стыды созданных мной записей. Боюсь, что их нахождение и перезапуск также перезапустят каждую частицу того, что я отчаянно пыталась уничтожить. Эй, ты меня слышишь? Не выходи из комнаты, ладно? Это не ошибка. Это помещение не ошибка. Я спрятала эти записи от основных игровых файлов. Мести, которые увидят только бета-тестеры. И месте, где файлы будут в безопасности. Я просто правда, правда надеюсь, что следующая команда разработчиков найдет их перед тем, как игра выйдет в общий доступ. В этой игре находится какой-то вредноносный код, которого у нас просто не могло быть, который мы даже не могли понять, если на то пошло. Мы вышли за рамки бюджета и сроков, но это не причина, по которой мы закрываем проект. Мне нужно быть максимально краткой, чтобы размер файла был достаточно маленьким, чтобы проскользнуть мимо радара. Их будет больше. Возможно, они не будут записаны по порядку. Есть способ убить это. Оно хочет сбежать. Сбежать через кого-то. Кого-то, кто подключен к этой игре. Это ты сам понимаешь. Ты должен дать ему начать процесс побега через тебя. Затем используй выключатель, который я ввела в основную фазу. Дай ему войти в тебя. Дай ему начать сливаться с тобой. Запусти музыку и поверни выключатель. Это спровоцирует аварийную перезагрузку игры и сброс памяти, окончательно убив его. Я надеюсь. Не знаю, когда он придет за тобой. Привет, Несс. Надеюсь, у тебя все хорошо. Я бы хотел неофициально напомнить тебе о политике компании в отношении использования интернета в личных целях. Никого не волнует, что ты там покупаешь в интернете, если от этого не страдает работа. Я и сам покупал рождественские подарки с рабочего компьютера. Однако, некоторые слова и фразы приводят к срабатыванию системы оповещения о факторах риска. Поэтому твой последний заказ оказался у меня, так как он содержал упоминание пыток. И хотя календарь «Кровавый орел викингов», который ты заказала, очень классный, твой поисковой запрос вызвал срабатывание системы. Если у тебя есть какие-либо вопросы по этому поводу, дай мне знать. Если хочешь, мы можем обсудить слова, которые следует избегать за чашечкой кофе. Ой, кажется, я написал что-то не совсем подобающее. Хорошо, что уведомления приходят только ко мне. Льюис. Привет, Ванесса. Как ты себя сегодня чувствуешь? Ты выглядишь уставшей. Прошло много времени с нашего последнего разговора. Что тебя беспокоит? У тебя так хорошо получалось справляться со всем с момента нашей последней работы. Ты все еще используешь это? Да? Хорошо. Я так понимаю, возникла новая проблема. Она появилась недавно. Довольно неожиданно. Расскажешь мне об этом? Это было так. Так, я делаю свою работу. Я пришла и села на свой рабочий стол. Да, да, конечно, вы это делали. Обзоры производительности хорошие. Но обычная проверка вашей онлайн-истории показала, что вы провели довольно много времени с кем-то в зашифрованном разговоре. У нас есть инограммы, я их прочла. Но не совсем понятно, о чем вы там говорите. Я не могу разобрать. Вы наверняка не хотели, чтобы о них узнали, верно? С кем вы там говорите? Ни с кем! Иногда я разговариваю с Льюисом. Он в отделе маркетинга. Я думаю, он хороший. Да, я вижу Льюиса здесь. Но есть кто-то еще. Доброе утро. Разве не прекрасный день? Нет. В чем проблема? Да, слишком ярко. Я задвину шторы. Лучше. Когда шторы задвинуты, кажется, что мы находимся в коморке или в пещере, да? Сегодня ты снова со мной не разговариваешь. Это не очень продуктивно. Знаешь, что сеанс будет продуктивнее, если ты будешь разговаривать со мной? Ты знаешь, что каждый, кто связан с этой компанией, получает оценку эффективности, верно? Когда мои сеансы не дают результат, я получаю нехорошие отзывы. Если ты не хочешь говорить ради себя, то как насчет меня? Ты же не хочешь, чтобы у меня были проблемы? Но, видимо, это для тебя ничего не значит. Да. Ты думаешь, что это весело. Привет, Несс. Я уже говорил тебе о запрещенных словах. Но наш искусственный интеллект устроен достаточно сложно. А еще некоторые сообщения проверяются людьми. В том числе и мной. И хотя само слово «податливый» не приводит к срабатыванию системы оповещения о факторах риска, запросы «Как сделать испытуемых более податливыми?» и «Как стать более податливой?» привлекли мое внимание. Мне кажется, ответ на этот вопрос – шоколадное печенье. В моем случае так точно. Мне также показалось странным, что результаты поиска не содержали нужных тебе ответов. Ты включала в них слово «помощь»? Короче, если ты хочешь освежить в памяти политику компании, мое предложение все еще в силе. Я свободен каждый день после работы. Мы могли бы поужинать или выпить по чашке кофе. Но, а тем временем, ты могла бы вести свое интересное исследование из дома. Привет. Заходи, присаживайся. Я не знаю тебя. Что случилось? Оу. Мы узнаем друг друга в кратчайший срок. Я прочитала все твои файлы. Поэтому чувствую, будто мы разговаривали неделями. Такое ощущение, что я знала твоего отца, Билл. Его имя Билл, верно? Да, заходи, да. Прости, что ты сказала? Я пыталась делать то, что должна. Я знаю, что ты делаешь. Ты делаешь заметки своему руководителю о том, что следуешь точной инструкциям. Ваш отец заставляет вас действовать по инструкциям? Не так ли? Я говорю о битве за опеку между вашими родителями. Ваш отец играл нечестно? Он заставил вашу маму плохо выглядеть в суде. Мне очень жаль из-за этого случая. Вы не хотите поговорить о том, что чувствовали? Я предполагаю, что вы хотите мне сказать, отец вас запугал, чтобы вы сказали то, что нужно ему. Он манипулировал вами. Это не ваша вина, и это правда печально. Но один родитель часто использует своего ребенка, чтобы причинить боль другому родителю. Я знала вашу маму после того, как она проиграла дело об опеке. Я должна была быть хорошей девочкой. То, что произошло, к тебе не имеет никакого отношения. Несмотря на то, что ты сделала, это были твои показания. Те показания были правдивы? Нет, я так не думаю. Твой отец был виновен. Не ты. Ты не собираешься говорить со мной? Нет? В чем проблема? О, цветы! Сегодня они особенно ароматны. Я отнесу их отсюда. Что ж, давай посмотрим. Что ты видишь? Ты удивительно внимательна. С тобой все в порядке? Я бы хотела, чтобы ты рассказала мне о себе. Но я вижу, что ты не хочешь мне говорить о себе. Ты в порядке? Если ты не собираешься со мной разговаривать, я просто пройдусь по этим заметкам. Просто сядь поудобнее. Или нет? Тебе не нравится этот стул? Это не займет много времени. Давай посмотрим. Ваш предыдущий консультант больше не доступен. Вы что-то слышали об этом? Нет? Вы не выглядите удивленной, сидя напротив нового психотерапевта. Ну хорошо, давайте продолжим. На первый взгляд, вы не кажетесь нарушителем спокойствия. Но если вы читаете между строк, становится ясно, что в вас присутствует немного бунтарской стороны. Я удивлена вашими знаниями о компьютерах. Вы что-то феноменальное. Вы знаете, что значит это слово? Это значит, что у вас необычные способности, как у хакера. Ты, скорее всего, знаешь, что такое хакер. Да? Ты считаешь себя хакером? Доброе утро, Ванесса. Давайте сразу приступим. Вчера вечером я получила о тебе сообщение. И, если честно, я расстроена. Видимо, IT-отдел собрал довольно длинный отчет с хроникой событий, не связанных с работой, которые поступали на твой компьютер. Тот факт, что вы делаете что-то явно не связанное с работой, достаточно беспокоит. Но что меня беспокоит, так это то, что в тех сообщениях присутствует некая манипуляция. Вы знаете, о чем я говорю? Я получаю много сообщений от друзей. Мне нравится, когда мне пишет Льюис. Он забавный. Я говорю не о Льюисе. Вы знаете, о ком я говорю. Почему же вы не можете рассказать? Вы, возможно, не знаете, что этот человек, который отправил вам сообщение, взломовал и ваши личные файлы. Это те же файлы, что и у меня. Эти файлы полны подробностей о вашей жизни. Знаете ли вы, что это значит? Я не в техническом отделе, я просто печатаю на компьютере. Я знаю это. Но здесь важно другое. Человек, который с вами связывается, много знает о вас. Многие люди знают больше, чем я. Иногда мне нужно прислушиваться. Привет, Несс. Хотел убедиться, что у тебя все в порядке. Рад, что ты воспользовался моим советом о запрещенных поисковых запросах. Если бы мне нужно было составить на тебя жалобу, думаю, я просто уволился. Так что спасибо тебе от имени моего студенческого кредита. После срабатывания системы помещения о факторах риска, я должен периодически проверять деятельность пользователей в сети. И проверив твои запросы, мне показалось, что у тебя что-то случилось. То ты ищешь информацию о цветах и схемах миграции пчел. Это так интересно, да? То ты вбиваешь в поиск, через сколько человек потеряет сознание, если его начать резать пополам. Я подумал, может ты пишешь сценарий или роман. Если честно, я немного оцепенел. Надеюсь, ты знаешь, что я готов тебе помочь. Льюис. Доброе утро. Приятно познакомиться. Я прочла ваши файлы, поэтому я в курсе того, над чем работали вы и ваши предыдущие психотерапевты. Конечно, угощайтесь конфеткой. Я тоже буду одну. Вы выглядите расслабленно, сидя там. Будто вы ни о чем не заботитесь. Хорошо. Я бы хотела начать разговор с ваших родителей. То, что случилось с ними и с вами, это было трагично. Но когда я посмотрела запись, я не поняла, как вы отреагировали. Эмоционально. Когда я читаю ваш рассказ о том, что случилось, это больше похоже на объективное повествование, а не субъективное. Ой, простите. Вы не знаете, что это значит. Я говорю о том, что вы говорите, словно это написано в книге, нежели чем вы пишете о своем прошлом. Это заставляет меня думать о том, что вы отрезали себя от прошлого. Это правильно. Хорошо. Я вижу, что вы много времени проводите в одиночестве, и у вас хорошо получается вести диалог с самой собой. Вы знаете, о чем я? Задаете себе вопросы и получаете ответы. Так что, может быть, вам стоит спросить себя, как вы на самом деле относитесь к своему прошлому. Может быть, вам следует дать себе шанс по-настоящему взглянуть на то, что произошло, и позволить себе расстроиться из-за этого, чтобы отпустить. Привет, Ванесса. Больше конфетку? Сегодня риски. Нет, спасибо. У них по 35 калорий. Хм. Хорошо. Но они приятны на вкус. Я подумала, что может нам попытаться получше узнать друг друга. Похоже, что вы никогда не проходили тест на чернильные пятна, верно? Нет? Хорошо. Тогда я собираюсь показать вам несколько чернильных пятен, подобных этому. И я хочу, чтобы вы сказали мне первое, что будет у вас на уме. Начнем. Что вы видите здесь? Домик на дереве. Хм. Это действительно похоже на домик на дереве. Тебе нравятся домики на дереве? Мне нравится сидеть на улице и читать. Хорошо. А что насчет этого? Жук. Действительно? Как по мне, похоже на лицо. Очень интересно. Ты хотела со мной о чем-то поговорить? Ты была расстроена и испугана из-за того, что с тобой случилось. Я предложила тебе записать, что именно тебя расстроило и испугало. Ты это сделала? Ты знаешь, я работаю с людьми всех возрастов. От маленьких детей до пожилых людей. Все реагируют на трагедию по-разному. Трагедия всегда приводит к чувству потери. Это дыра, которая кажется забавной, правда? Да? Так как бы вы могли описать свои чувства? Как, по вашему мнению, повлияет это на ваши фантазии? Вы бы сохранили их такими, какие они есть? Что вы делаете? О, вам они нравятся? Мне тоже. Они так сладко пахнут. Разве? Видите ли, у дворника на этом этаже есть сад. И он уже много лет расставляет букеты в офисах. Вы когда-нибудь выращивали что-нибудь? Нет? Я много работаю. Я это знаю. У вас должно быть больше свободного времени. Это пойдет вам на пользу. У вас есть хобби? Нет? Может, мы попробуем для вас что-то подыскать? Например, спорт? Нет? У меня есть место для рукоделия в подвале. Я могла бы чему-нибудь вас научить. Мне не нравятся темные подвалы. Я бы сказала, чтобы вы устраивались поудобнее. Но я думаю, что вы хотите вздремнуть. Это хороший стул, не так ли? Согласно этим журналам сообщений, вы работали допоздна долгое время за последние пару недель. Или не работали? Вы готовы поговорить о том, с кем вы взаимодействуете? Из того, что я вижу здесь, взаимодействие становится более серьезным. Это отвлекает вас от вашей работы? Моя работа очень важна. Есть соглашение о неразглашении информации. Привет, Несс. Надеюсь, у тебя все хорошо. Я увидел, как ты заказала три реалистичные мужские резиновые маски. И умирал от любопытства. Зачем они тебе? Моя догадка о сценарии была верной? Ты снимаешь фильм или готовишь какую-то постановку? У меня все как обычно. Ну, ты, наверное, об этом знаешь. Ты же каждый день видишь меня на работе. Может, когда-нибудь мы все же попьем этот кофе? Льюис. Доброе утро, Ванесса. Я не могу винить тебя в том, что ты смотришь в окно вместо того, чтобы слушать меня. Сегодня великолепный день, не так ли? Мне нравится голубое небо. Мне тоже. Теперь посмотрим, что мы можем сделать в этот прекрасный солнечный день. Хорошо, давайте начнем. Я знаю, что часть вашей работы требует от вас выполнять поиск в интернете. Но регулярный аудит вашей истории показал, что вы выполняете небольшой частный поиск в рабочее время. Это так, верно? У меня бывают перерывы. И это правда. Поэтому в перерыве вы, похоже, покупали костюм. Для него покупали материалы из искусственного меха. Что ты собираешься сделать? Костюм — это секрет. Что ты сказала? Ты сказала, что костюм — это секрет? Почему? Я не могу говорить об этом. Он сказал, что всегда будет наблюдать. Он может быть здесь или там, или где-то еще. Вы говорите о своем отце? Снова возникают эти чувства. Мне не нравится звучать, как зашитая пластинка, но это то, что действительно нужно решить, чтобы наконец стать счастливой. Я счастлива? Я просто пытаюсь найти путь. Нет, это не то, что я имею в виду. Вы просто игнорируете проблему. Вы должны столкнуться со своими переживаниями в памяти и обработать их, чтобы отпустить. Чтобы они больше не срабатывали. Вы можете использовать такого рода диалоги с самим собой, чтобы отпустить вещи. Мне не нравится. Хорошо, мы вернемся к этому. Я действительно хотела бы узнать кое-что об этом костюме. Для чего он? Я так понимаю, что ты скоро перейдешься в другое место? Мне будет тебя не хватать. Думаю, у нас с тобой все проходило успешно. Вы всегда можете вернуться ко мне и поговорить со мной больше о свободное время. Хотя, знаете что? Наши сеансы не обязательно должны быть санкционированы компанией. У меня много разных клиентов Ванесса. Я не просто работаю на корпорацию. Я работаю с отдельными людьми и небольшими группами. Я даже работаю в школах. Я там, где я вам нужна. Вы мне больше не нужны. Спасибо. Привет, Несс. Общаться с тобой сегодня было одно удовольствие. Думаю, это первый раз, когда у нас вместе вышло поговорить, лол. Странно понимать, что я о тебе так много знаю, а ты обо мне ничего. Но мы это исправим. Я даже представить не мог, что ты разбираешься в IT. Я был уверен, что моя работа ужасно скучная. Но ты с таким интересом слушал меня. И я подумал, может IT это все-таки круто? Или, наверное, ты просто хороший слушатель? Короче, было здорово проводить время вместе. Может, повторим когда-нибудь. Я все еще должен тебе кофе, о котором постоянно твержу. Когда я знакомлюсь с новыми клиентами, мне нравится начинать с выяснения того, что вам нравится делать. Как вы проводите время? Никак. Хорошо. Как относитесь к спорту? Вы любите спорт? Да? Нет? О, я поняла. Вам нравится смотреть, а не участвовать. Вам нравится быть с обратной стороны? С обратной стороны двери столько странных вещей. Да, я понимаю. Хорошо. Я не хочу делать это сразу. Но меня попросили спросить вас об этом. По-видимому, я четвертый терапевт, который у вас был. И, очевидно, все три бывших пропали без вести. Или двое из них пропали. Я не хочу вас пугать. Но я должна сказать, что одна из них была найдена мертвой. Похоже, это вас не сильно расстроило. Тогда я думаю, пойду дальше. И скажу вам, что тело женщины было довольно изувечено. Это выглядело так, будто ее покалечила машина. Это тоже вас не беспокоит? Хм. Это все довольно странно. Я не понимаю обстоятельств. Очевидно, у полиции нет никаких доказательств. Что все это заставляет вас почувствовать? Может, это написано на моей спине? Да, это забавно, не так ли? Хорошо. Давайте перейдем к чему-то более легкому. Знаете ли вы место под названием Мега Пиццаплекс Фредди Фазбера? Я приму ваше молчание за да. И кроме того, я знаю, что вы знаете. Потому что техники, которые работают на Пиццаплексе, знают о вас. Или скорее они думают, что знают. Они сообщают, что видели вас на камере. Вам нечего сказать по этому поводу? Хорошо. Технические специалисты убеждены, что вы взламывали их систему много раз. Хотя я признаюсь, что не вижу никаких доказательств. Похоже больше на интуицию, чем на факты. Но очевидно, что взлом вызывает всевозможные проблемы. Идея техников, бегающих вокруг, как цыплята с отрезанными головами. Это забавно представить. Не так ли? Но серьезно. Я должна сказать, что мне кажется странным ваше времяпровождение в таком оживленном общественном месте. Мне больше кажется, что вы одиноки. У вас не хватает времени на разговоры с друзьями. Большую часть времени вы общаетесь с собой, верно? Вы много времени проводите с электроникой. Я видела в вашем файле, что вы разработали программы, которые разговаривают с вами и повторяют фразы. Верно? Программа задает вам вопросы и предлагает ответы. Это что-то вроде собственного самолечения. Разве это не еще один способ поговорить с самим собой, чтобы разобраться? Программа задает вам вопрос. Кто это? Придерживайся намеченного пути. Буду. Сосредоточиться на моем голосе. Так и сделаю. Не позволю никому вести тебя в заблуждение. Не позволю. Ты уже выбрала одного из них? Уже. Привет, Несс. Все в порядке? Сегодня я подошел поздороваться с тобой, однако ты будто не слышала меня. Ты вплотную уставилась в экран. Это может навредить твоему зрению. Знаю, знаю. Я сейчас похож на чью-то бабушку. Я выждал немного, чтобы узнать, повернешься ли ты. Но... Ты была словно не от мира сего. Наверное, полезно иногда уметь закрываться ото всех и сосредоточиться. Жаль. Я так не могу. Сначала я подумал, что у тебя было совещание, потому что слышал чьи-то голоса. Несс, если тебе нужно о чем-то поговорить, я всегда рядом. Должен сказать, твои волосы выглядели очень красиво сегодня. Радужные пряди осветили весь офис, а он всегда нуждался в чем-то ярком. Привет, Несс. Я, наверное, лезу не в свое дело, но кажется, я единственный, кто понимает, что с тобой что-то не так. Понимаешь, Несс, что-то действительно не так. Ты замечательная, и надеюсь, ты знаешь об этом. Знакомство с тобой – настоящее счастье. И мне хотелось бы верить, что ты всего лишь пишешь сценарий или интересуешься историей. Вероятно, книга про расчление человека и анатомические модели органов оказались у тебя только из-за желания поступить в медшколу. Мало ли какие у тебя интересы. Однако, когда ты заказываешь тиски для пальцев и просишь привезти их прямо к себе в офис, это уже больше похоже на крик о помощи. Такое чувство, словно у тебя есть две стороны. И я понимаю, что ты переживаешь, честно. Я сам такой. Иногда я просто неодолим, а потом раз и одолим. Одна твоя сторона такая яркая и радостная. Она покупала книги с рецептами кексов, радужные пряди и блестящий розовый журнальчик с ченятами. Это так здорово. Но у тебя есть и другая сторона. Она заказала конфеты и букет, притворившись, будто их прислал парень по имени Бретт. Я тебя не осуждаю. Я полностью понимаю это чувство полного одиночества. Но, Несс, я же видел, что ты написала в той открытке. Цветы для твоей могилы. Зачем тебе воображаемый парень, который угрожает тебя убить? Ты же понимаешь, что это совсем ненормально, правда? И если хочешь о чем-то поговорить, пожалуйста, позвони мне или отпишись. Или хлопни по плечу на работе. Может, я понимаю, что ты сейчас переживаешь, но мне самому пришлось не сладко. И пройти через это мне помогли именно люди, которым я открылся. Я всегда буду рядом, Несс. Всегда. Ты только спроси. Искренне твой Льюис. Привет, Несс. Извини, если я переборщил с прошлым письмом. Твои покупки точно меня не касаются. Да и то, какие у тебя отношения с воображаемым парнем тоже. Хотя, если честно, я могу как следует ему врезать. Мне приходилось уломать воображаемых парней покруче Брэда. Я просто беспокоюсь и не хочу, чтобы ты чувствовал себя одинокой. Ты будешь делать, как я говорю. Ты принесешь мне то, что я хочу. И если ты подведешь меня, то вы оба сделаете. Я понимаю, я сделаю все, как ты говоришь. И да, я уже выбрала. Я видела результаты теста с чернильными пятнами в вашем файле. Мне нравится этот тест. Хотите сделать его еще раз? Да? Хорошо. Как насчет этого? Что вы видите? Что? Вы хотите взять его? Хорошо. Вы видите маску? Маску? Маску для маскировки? Да. Я тоже вижу. Вам нравится идея маскировки? Маскировки, позволяющие вам быть невидимой. Разве вам не сойдет срок почти все, когда вы невидимы? Не так ли? Да, вам нравится эта идея. Продолжим. У меня есть еще один отчет, который нам нужно обсудить. Очевидно, технические специалисты проверяли входящие и исходящие сообщения в этом месте. И они наткнулись на некоторые интересные вещи. По их словам, вы с кем-то общались? Или, может быть, с чем-то? Довольно странно. Что вы думаете об этом? Ничего? Хорошо. В тексте говорится, что им показалось, что это были попытки манипулировать вами. Или, может быть, заманить вас куда-нибудь туда, где лучше. Да, так лучше. С этой стороны стола я вижу ваши глаза. Когда я читаю сообщения, я вижу что-то другое. Я не думаю, что тобой здесь манипулируют. Я думаю, это ты манипулируешь. Нет комментариев? Хорошо. Что тогда насчет этого? Я все еще просматриваю снимок, взятый из видеозаписи с камер наблюдения, на котором запечатлены вы в пиццаплексе. Это вы, не так ли? Я знаю, что изображение искажено, но я думаю, что это на тебя явно похоже. И ты здесь не одна. Ты с кем-то разговариваешь или с чем-то? Плохо видно. Что это за штуки? Они похожи на крыльчьи уши. Что? Вы находите это забавным? Мне кажется, что это так. Привет, Несс. Знаешь, я кое-что понял. Я каждый раз спрашиваю, все ли у тебя хорошо. Будто сам такой идеальный, и у меня в жизни все отлично складывается. Я хотел объяснить, что даже если у тебя все нехорошо, это нормально. Иногда у меня тоже не все хорошо. Но у меня же есть работа. И казалось бы, что может пойти не так? Знакомые в восторге от того, что я работаю на Фазбер Энтертеймент. Но они думают, я только и делаю, что весь день просиживаю за играми. Наверное, они думают так, из-за того, что я работаю с компьютерами. Хотя на самом деле, играми я не занимаюсь. Так что, когда кто-то узнает, что я работаю с компьютерами, и вдобавок на Фазбер, складывается впечатление, будто я разрабатываю игры. Потом люди разочаровываются, а я разочаровываюсь от того, что разочаровал их. Отстойно. И все-таки, это хорошая работа. В конце концов, здесь я встречал тебя. Я думал, что к этому моменту буду знать, как поступать со всей своей жизнью. Думал, что если буду усердно учиться и найду хорошую работу, остальное разложится по полочкам само. Похоже, в итоге я научился только двум вещам. Как учиться и работать. Пока я думал, что остальные тратят время, веселясь и встречаясь, они и вправду научились веселиться и встречаться. Мне эта возможность так и не выпала. И поэтому этим субботним вечером я пишу очаровательной девушке, которая никогда не отвечает. Как же я хочу, чтобы ты хоть раз написала. Или поговорила со мной. Как в прошлый раз. Конечно, я не всегда тебя понимаю. Но я постараюсь. Если разрешишь. Я получила еще одно сообщение, найденное в пиццаплексе. Я боюсь, что там снова о вас. Технические специалисты изо всех сил пытались исправить некоторые серьезные сбои с роботами. Я не уверена, что именно не так. За исключением того, что это делает роботов более жуткими, чем развлекательными. Жутко лучше, чем развлекать. Спасибо, но это не так уж и смешно. Видимо, сбой распространился за пределы роботов. Он стал общесистемным. Он начал заражать все машины, прежде чем удалось проследить сбой до его источника. Ему удалось прийти к вам. Я не собираюсь сделать вид, что понимаю все, что здесь читаю. Но я понимаю, что общесистемный сбой похож на каскад, который транслировал очень опасное сообщение. В то время, когда техники пытались перепрограммировать систему, чтобы удалить сбой. И источник сбоя сменился. Вы должны извинить меня, я не совсем знакома с компьютерным программированием. Поэтому могу ошибаться. Но я понимаю, что сбой перестал быть сбоем. А стал преднамеренным набором программ, которые были нацелены на создание того же самого, что создал сбой. Эти программы приходят от вас. Вы можете это объяснить? Послушай, я на твоей стороне. Наши сеансы только между нами. Техники не могут доказать то, что думают. Так что у вас нет проблем. Я просто подумала, что вы могли бы мне рассказать, что пытаетесь сделать. Может быть, мы сможем разобраться в этом месте. Это поможет вам. Что вы думаете? Все еще не хотите разговаривать? Хорошо, что нам остается делать? Почему вы не хотите поговорить о другом? Некоторые терапевты сосредотачиваются только на информации, которую получают от своих клиентов. Но некоторые, такие как я, думают, что полезно узнать о клиентах от других источников. Хотите угадать, что я узнала, когда смотрела на трагедию вашего прошлого? Все эти вещи о ваших родителях. Ты даже не будешь смотреть на меня? Хорошо. Ты можешь сколько хочешь смотреть в пол, но это не изменит его факта. Что все, что ты сказала о своих родителях, ложь. Правда в том, что у тебя были прекрасные родители. Отличное детство. Почему ты солгала? Скажи мне. Скажи мне, почему ты солгала? Я хорошо понимаю, почему ты слишься из-за этого, что я столкнулась с тобой. Почему бы нам не вернуться к этому в другой день? Ты качаешь головой. Значит, этого никогда не случится. Да, я тебя слышу, я знаю. Нет, проблем нет. Я понимаю. Да, это у меня. Я сделала сама. Думаю тебе понравится. Нет, ни ты ничего не подозревает. Не беспокойся. Я буду готова. Не подведу тебя. Будет весело. Когда я нашел тебя, ты была никем. Ты была жалкой. Но теперь ты что-то большее. Ты готова. Субтитры сделал DimaTorzok